Обзор комплекта материнской платы Huanan X79 и серверного процессора Xeon i5-2690. Комплект был приобретен взамен системы на сокете LJ775 и процессора i5450. Для серфа в интернете моделирования в 3D более чем достаточно. Рендер видеороликов выполнялся медленно, так как у процессора всего 4 ядра и 4 потока. Был выбран комплект на сокете LJ2011 и серверным процессором Xeon i5-2690. 8 ядер, 16 потоков. Порядок обзора. Распаковка. Характеристики. Сборка и установка. Тесты. Распаковка. Комплект получен в картонной коробке. Внутренняя коробка с элементами укрыта двумя слоями воздушно-пузырьковой пленки. Картон внутренней коробки очень плотный. Повреждения электронных элементов при такой упаковке невозможны. Состав коробки. Листовка продавца. Крепление переходной рамки и термопаста. Два SATA кабеля для передачи данных. Подарок от продавца. USB кабель для телефона. Материнская плата с установленным процессором и оперативной памятью. Задняя планка. Диск с драйверами. И листовка с характеристиками. Характеристики. Материнская плата Huanan X79. Версия 2.49p. Процессор Xeon i5-2960. Степпинг C2. Базовая частота 2.9. Частота под турбобустом 3.8. 8 ядер 16 потоков. Оперативная память Samsung 32 ГБ. DDR3. 4 планки по 8 ГБ. Порты. USB 2.06 штук. USB 3.0 2 штуки. SATA 2.0 4 штуки. SATA 3.0 1 штука. PCI-Express X16 2 штуки. PCI-Express X1 2 штуки. LAN 1 штука. PCI-E NVMe M2 1 штука. И два порта PS пополам. Сборка и установка. В комплекте с материнской платой идет переходная рамка. Данная рамка предназначена для сокетов AM2 и AM3 марки AMD. Данный сокет поддерживается всеми кулерами, представленными в наших магазинах. Я считаю, что лучше заказывать рамку именно с данным видом сокета, ввиду его широкого распространения. Прошу обратить внимание, данный процессор имеет большую выделяемую мощность – 135 Вт. Для него необходимо подобрать соответствующий башенный кулер с возможностью регулирования оборотов – это разъем с четырьмя пинами, либо систему водяного охлаждения. Установив переходную рамку, необходимо убедиться в ее прочной установке. Я наношу тонкий слой термопасты, так как термопасту продавца с крышки процессора я удалил. Далее я меняю комплектное крепление кулера с LGA на AM, соответствующей переходной рамке. Материнская плата Материнская плата приходит без батарейки. Ее необходимо приобрести отдельно. Модель CR2032. Система запустилась без каких-либо проблем. В BIOS были выставлены время и дата. В системе был установлен профиль «Высокая производительность». Данный режим позволяет разгонять ядра процессора под нагрузкой до заявленных производителем 3,8 ГГц, включая режим Turbo Boost. Тесты Результаты стандартных синтетических тестов SynBench CPU. Результат 1154. Для примера Xeon E3-1275 с частотой 3,4 – это 4 ядра и 8 потоков – показал вдвое меньшее значение. Результат 610. По результатам синтетических тестов SynBench GPU система набрала 98 фпс. Результаты тестов Corona. Рендер сцены с БТР. 2 минуты 55 секунд. Для тех, кому интересны живые тесты, я записал видео с рабочего стола. Это рендер одного из моих видеообзоров про электропилу. Тесты выполнялись на старой и на новой сборке. Результаты Xeon E5-2690 – 6 минут 44 секунды. Результаты Xeon E54-50 – 1 час 5 минут. Тест наглядно показывает высокую производительность новой платформы. Большое количество ядер и потоков разделяют задачи на отдельные элементы, тем самым сокращая общее время ее выполнения. Плюсы. Низкая стоимость комплекта, высокая производительность, проверка комплекта продавцом. Недостатки. Неактуальная архитектура, старый техпроцесс, высокое потребление электроэнергии. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Недостатки. 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 Продолжение следует...